Уменьшить количество и сумму обязательных платежей, отказаться от штрафов за непредоставление налоговой отчетности и комплексно изменить структуру налогообложения, предлагают чиновники. В Мажелисе прошла презентация проекта нового налогового кодекса. Асимжан Жузбаева расскажет подробнее. Напомню, глава государства Касан Жумар Токаев поручил перенести принятие нового налогового кодекса. Это было связано с необходимостью детального обсуждения документа в правительстве и парламенте. Минфим предлагает сократить количество налогов и платежей минимум на 20%. Для этого некоторые платежи будут исключены, другие объединены. Также запланированы меры по облегчению налоговой нагрузки на бизнес. Например, освобождение от отчетности по некоторым видам налогов. Планируется сократить налоговую отчетность до 30%. Одно из таких сильных новшеств по предоставлению ФНО – это отказаться от административных штрафов при непредоставлении налоговой отчетности. То есть, если налогопотечник не предоставил налоговую отчетность, мы будем воспринимать его как нулевую отчетность с правом налогопотечника на предоставление дополнительной отчетности. Кроме того, глава государства предложил увеличить порог налоговой задолженности. В этом направлении Минфим предлагает дифференцировать сумму задолженности. До 20 МРП закрывать счета не будут. Направляем ему извещение, что у тебя есть задолженность и каждый день будут начисляться пеня. Будь добр, оплати налоги. В этом случае мы направляем налогопотечнику уведомление, что необходимо погасить налоговую задолженность. Иначе в течение 30 дней мы будем принимать меры. Налогопотечник, если погасил задолженность, хорошо. Если не погасил, то в том случае мы будем вынуждены закрыть счета. Это не окончательное заседание по обсуждению нового налогового кодекса. Следующее, скорее всего, будет посвящено теме дифференцированных ставок. На сегодня ведутся расчеты, сообщили в Миннацэкономике. А я напомню, что новый кодекс будет принят до июля 2025 года. А в силу вступит 1 января 2026 года. Асимжан Жузбаева, Нурлан Утиген, Достантья Мербекула, телеканал Алматы, Астана.